Как подключить курсы вашего спонсора, начать их проходить и выполнять домашние задания. После того, когда вы заполнили личные данные профиля, после того, когда вы загрузили свои фото, и ваш спонсор подтвердил ваше членство, вы можете переходить к разделу обучения. Зеленый значок напротив какого-то пункта говорит о том, что в этом пункте для вас есть какое-то новое оповещение, которое нужно обработать. Выбираем обучение, выбираем обучение спонсора, и вот как раз три курса, которые вы сейчас можете подключить. Для того, чтобы подключить курс, требуется выполнить очень простое действие – нажать на кнопку «Подключить» и «Подтвердить». Курс подключен, вы можете начинать учиться. Все курсы, которые в открытом доступе, они никаких паролей не запрашивают. Если вы нажмете на кнопочку «Подключить» и вместо окошечка подтверждения вас спросят «Введите пароль», вы пытаетесь подключиться к курсу из закрытой части тренинг-центра. То есть вы сами курсы будете видеть, но подключиться к ним можно только указав пароль. Этот пароль передаст вам человек, пригласивший вас в тренинг-центр. Свяжитесь с ним, он вам объяснит условия получения пароля и вышлит сам пароль. Итак, курсы подключены, начинаем проходить обучение. Курс, который называется «Как пользоваться тренинг-центром», именно с него нужно начать обучение. Нажимаем на кнопочку «Обучение» и вот уроки, которые сейчас доступны. Этот курс можно пройти, только последовательно выполняя уроки. Как только урок будет пройден, вы можете всегда его открыть. Закрытые еще уроки открыть можно только выполнив предыдущие. Например, «Как пользоваться тренинг-центром». Нажимаю на кнопочку «Просмотр» и начинаю просматривать ролик. Под роликом чаще всего какое-то текстовое пояснение. Для того, чтобы перейти к выполнению домашнего задания, вы нажимаете на кнопочку «Выполнить домашнее задание», если оно есть. Для этих уроков домашних заданий нет. Вот, обратите внимание, в разделе «Домашка» написано «Нет-нет-нет». Это информационные уроки, которые просто расскажут вам, как пользоваться тренинг-центром. В курсе, который называется «Полезные инструменты», только для одного урока нет домашки. Я сейчас его пройду, просмотрю и помечу, как пройденный. Подтвержду, что он, да, пройден. И вот сейчас я могу перейти к следующему уроку. Попытка перейти, например, к третьему или к четвертому уроку, не пройдя второй, закончится вот таким информационным окном. Убираю второй урок. Опять же, смотрю видео полностью. Но я это все видел, смотреть не буду. Нажимаю на кнопку «Перейти к выполнению домашнего задания». Вот текст домашнего задания. Внимательно с ним ознакомьтесь, внимательно. А в поле «Ваше решение» пожалуйста напишите, что вы сделали по этому домашнему заданию. Это можно делать, как в обычном текстовом редакторе. Можно, конечно, вставлять различные ссылки, загружать какое-то видео. Но в наших уроках такого, в принципе, не потребуется. Возможно, в дальнейшем я запишу отдельное видео, как пользоваться вот этим простым редактором, потому что что-то подобное вам будет довольно часто встречаться на различных сайтах. Когда вы написали домашнее задание, а его писать нужно достаточно подробно, какие-то сокращенные ответы, они не будут зачитываться и вас не пропустят. Нажимаем на кнопочку «Отправить на проверку». Я получаю уведомление о том, что пришло задание на проверку, а вы просто-напросто ждете, когда статус урока изменится на проверке, на изучим, и будете двигаться дальше. Сами курсы, которые будут доступны в свободном части, вы можете выбирать в произвольном порядке. Но начните, пожалуйста, с курса обучения тренинг-центра. Благодарю вас за внимание. До свидания.